И что же за этой дверью? Что же? Открывайся, Сим Салабим. М-да. Компьютер. А тут у нас что, стрелочками показано? Сосед что-то тут рисовал, но непонятно что. На потолке план дома, где ребёнок есть. Здоровенная коробка от камеры. О! Шигалатка! М-м-м, наконец-то можно подкрепиться. Ну, а чёрт, она же не открывается. Дёргаем рубильник и почесали дальше. Открыли какую-то дверку, только знать бы какую. Пойдём по жёлтому проводку налево. Вот сюда. Что, что, что мы открыли? На самом деле тут единственная дверь осталась неоткрытая. И это вот здесь. Да, точно, это она. Что тут надо жить? Девчуль, девочки мои, я сошёл! Осталось только вызволить. Ну, давай попробуем это сделать. Привет, рогатка! Как дела? Не переживай, я тебя вытащу отсюда. О, клетка для ключа. Значит, воронам здесь нужно что-то делать. Ага, я уже там вижу убитые, можно проломить что-то. И наверху, вон там мишень была, короче. Пойду посмотрю, что там убитые. О, рубильник. Но я до него не достану. Ворон! Мне нужна твоя помощь. Блин, опять всё вверх тормашками. Ну и, конечно, картонные дети. Да, девчули превратились в картон. Что ж, полезем по тучкам и грозовым молниям. Посмотрим, куда они нас приведут. Эх. Вот так вот. Вот так вот. Как тяжело быть вороном, который ползёт к полу. С потолка на пол. Ещё один рубильничек заметил. И мне кажется, что я могу на этой клетке кататься, как на лифте. Причём у этой клетки есть... О! Можно схватиться. Для чего мне это? Хм. Тут явно что-то должно быть, но пока что этого нет. Видимо, пацанам надо что-то сделать. Пацан! Твой выход. Итак. Я был вон там, на этой клетке. Тут есть зацеп. Мы хватаемся. Теперь нам надо за деревяшку схватиться, значит... Да, я не успел. Я слишком медленный. Ну, ничего страшного. Опа! В этот раз всё успешно. Вот он, рубильничек. Сейчас мы его дёрнем. И... Давай! Мы вызвали рогатку! Бежим скорее к ней! Привет, Броза! Е-е-е-е! Наконец-то на свободе! Слушай, можешь мне помочь? Вон туда стрельни. По-братски. Да ты меткий глаз, ёлки! Спасибо, сестер! Бразер! Да, от души. От сердца к сердцу все дела. Что, ты всё сваливаешь? Ты оставишь меня здесь одного? Ну, ладно, тут ещё бита есть. Мне ещё биту вытащить нужно. Давай, пока. Даже пока не сказал. Чёрт! Я сейчас расплачусь. Мои деточки. Ну, ничего. Всех вытащу, всех спасу. Значит, теперь мы можем при помощи этой клетки взобраться наверх. Нет, я в клетке! Помогите, вытащите меня! Вот теперь я представляю, что чувствовала рогатка, когда сидела в клетке. Да вообще, все дети, которые в клетках, это ужасно просто. Как до такого можно докатиться было? Сосед! О, ещё один рубиник! Бита! Я тебя вытаскиваю! Ты на свободе! Сейчас тебя опустят, и ты спрыгнешь. И стеночку мне сломаешь. Правда же? Всё, выбежала. Бежим скорее к ней. Здорово! Силачка! Ну чё, кулачками бахнем? Нет? Ну тогда по стенке бахни. Ого! Вот это дурь! Мощь с ноги! Ну ты крутая! Лайк тебе, лайк! От души в душу! Блин, ну почему никто кулачки не хочет мне отбивать? Все лайки только ставят. Ладно, лайки тоже хорошо. Ты тоже лайк не забудь поставь. Вот сейчас прям отпускайся вниз под видео и лайк ставь. Теперь я остался один. Всех девчон спас. На душе тепло и хорошо. Посмотрим, что этот рубильник делает. А, он все механизмы остановил. Шестерёнки встали. Ха. Для чего мне это? Рубильник теперь я могу достать. Поскольку шестерёнки остановились, мы теперь можем туда залезть. Смотри, сейчас я вот так вот лезу по вот этим вот шестерёночкам. Залазю теперь вот сюда. Дёргаю Рубинштейна. А-а-а. Ну как бы... О-о-о! Огромные часы открылись. Надо посмотреть поближе. Смотри, на шестерёнках есть зацепы. То есть можно ручками цепляться. Всё. Я понял. Ворон. Аня, погоди. Рановато. Нужно же теперь шестерёнки запустить, чтобы они крутились. Иначе я наверх же не поднимусь. Ну то есть... На потолок... Ну как это? Как это? На пол. Я на пол вороном не спущусь. Всё, ворон. Для тебя всё сделано. Погнали. Мы снова у этих тучек. Ползём по молниям. Мы наверху. Теперь мне нужно подняться на лифте. Вон тем шестерёнком. Опля. Я же знал. Я прям знал, что тут не зря вот эти зацепы сделали. А-а-а. Не успел. Я застрял своими ножками тоненькими. Вот мы теперь цепляемся. и дальше вот на эти шестерёночки. За какую бы схватиться. Наверное, которая самая ближняя, да? Вот так вот. Юху! Мы движемся. Кто бы мог подумать, что я буду по часам ползать. И сюда. Ещё чуть-чуть. Я почти добрался. Е-е-е-е! Мы на той стороне. Шикарно. Совсем чутка осталось. Знаешь, что я понял? Я понял, что дети были в этих клетках, которые туда-сюда катались, качались. И это настолько ужасно. Это же блюантина. В заточении и постоянно вверх-вниз скататься. А, вон, вон, не туда. Там, по-моему, ключ лежит, да? Ты не ключик. Ха-ха-ха. Я достал тебя. Ништяк! Всё. Теперь в пацана и бежим дверь открывать. Пацан! Ты счастлив? Да, я счастлив. Смотри, как мотаю башкой. Забираем ключ из клетки и драпаем на всех своих двух ножках. Фух. Сейчас самое... самое сложное это подняться на второй этаж по этим долбаным лесенкам. Марш-бросок! Погнали! Вон он. Замочек уже подсвечивается. Типа ждёт нас. Сейчас ставим ключик. И останется только фиолетовое открыть. Да! Минус один замок. Теперь бежим в эту комнату спасать самого первого пропавшего ребёнка из нашей команды. Привет! Ну ты как тут? Держишься? Нормально? Ничего, не переживай. О, да тут манекен соседа сторожит тебя, да? Где рубильник-то? Наверху! Похоже, нам понадобится сила ворона. А я и не на потолке. Я на стенке! А выключатель там. Ага, ага, ага. Вот как нам туда пробраться, понятно? Ну чё, снова лезем. У ворона одна способность. Это бегать по стенкам и по потолкам. И когда я в вороне, я постоянно куда-то карабкаюсь. Хотя я и пацанам тоже немало карабкаюсь. В общем, все наши полномочия уроняцкие и пацаняцкие подельные. Всё нормально. Ну чё ты там? Скоро приползут, а? О, я аж уже приполз. Совсем чутка осталось. Жёлтый парень! Пухляш! Ты с нас свободы! Выходи из клетки. А, я забыл, что ты картонный. Пацан, иди вытаскивай его. А где жёлтый друган? Вот же ты где! Ну чё ты выходи, чё ты там в клетке-то застрял. Лайк! И тебе тоже лайк. А, ты типа у нас силач. Шкаф мне-то двинешь, да? А там детективчик! Красава! Давай кулачок! Ну, держи пятачок тогда. Да, кулачки никто не раздаёт, только лайки. Я понял. Здравствуйте, здравствуйте! Я же обещал, что вас найду. Осталось только понять, как вас вызволить отсюда. Там вон рубильник. До него так просто не добраться. Ха! Слишком скользко тут. А там у нас что? Подожди, вон там чё-то жёлтое, как будто там лазалка. А сюда не залезешь, что ли? Ну, ё-моё! А вот залез, залез. И да, действительно, за шкафом лазалка. Картонный сосед стоит здесь. А ну, пошёл! Ага, я по картонному соседу пройду, как по мостику. Прикольно. Всё очень просто. Сейчас дёргаем. А нет, не просто. Рубильник нужно, наоборот, в другую сторону дёрнуть. Вот теперь всё. Детектив тебе на свободе. Выходи! Чё ты там сидишь? Выбегай! Ну, давай пяти... Да... Ну, ладно. Короче, не угадал ни одно приветствие. Он сразу же пошёл что-то искать. Давай-давай! Ищи лучшее! Вот тебе ободрающий шлепок. Чтоб лучше искалось. Ну, чё ты там? Долго будешь ещё? Давай шустрей. Нашёл? Ну-ка. Ключи! Красава! Я не сомневался в тебе. Лайк тебе. О, а мой палец посмотришь? У меня там тоже что-то. Куда ты побежал? Да чё ты только быстрый-то? Ну, ладно. Можно я лупу возьму? Не? Не дашь? Слушай, я с тобой хочу уйти. Я же всех спас. А, ну понятно. Пока-пока. Я тут один остался из всех детей. Хотя я в этом доме и был изначально. Ну всё, моя команда спасена. Точнее, не моя. Команда спасена. Открываем замок фиолетовый и... Где я? Дверь теперь закрыта. Ага. Ну, получается только один выход. Бежать вперёд. И я до сих пор не знаю, кто я. Но команда детишек вроде как была мне рада. Чёрная дверь. В комментариях мне писали, что я пацан. Ребёнок соседа. Ну, то есть кукла. Не понял, там чё сосед сверху спит на подушке. Так, минутку. Ворон! Ворон со мной. Тогда не страшно. Вы хотите сказать, что всё это время сосед спал? Это всего лишь шивасон? Эй, сосед, привет! Ой, жуть-то какая-то. Посмотри на его глаза. Они открыты. Сосед спит, но с открытыми глазами. Обалдеть. Как до него достучаться? Может, вороном? Ворон, ты где? Эй, вот он. Эй, сосед, если ты не спишь, смотри, что у меня есть. Ворон! Так. Что тут у нас? Часы? Ой, я не хотел! Ой, чё началось-то? Сосед потерял свой золотой ключик. Как ты его любишь, этот ключ-то, а? Привет. Ой, ты испугался меня? Я твой кошмарный сон, да? Ты меня боишься? Дайте мне бежать за ним. Во, наконец-то. А куда же он теперь делся? Ёлки. Где тебя искать-то? Куда ты умершь? Ноги свои. А, во! Ого, и огромный золотой замок. Обалдеть. Я иду за тобой, сосед. Я бегу. В этот раз я тебя буду ловить, похоже. Да. Вороньё погано идёт за тобой. Не всё же тебе за детьми бегать. Опля. От меня не скроешься. Сосед. Устал, что ли? Ну, иди ко мне. Я, правда, не знаю, что я буду с тобой делать. Ну, что-нибудь придумаю. Э! У тебя что, гравитации совсем нет? Я-то так не могу. Блин, и что делать? Пацан! А где пацан? У меня... Вот, я вижу пацан. Пацан, ты где там? Пацана достать не могу. Пацан! Ну, где же ты? Давай, доставайся. Мне нужна, походу, твоя помощь. Так, не понял. Я возле кровати соседа, и он до сих пор спит? Я во сне соседа, что ли? Вороном бегаю или как? Я в снах соседа. Обалдеть, я в снах соседа. Ёлки-палки. Так, хорошо. А, вот дверь. Если туда не получается, мы пойдем в эту. Я ее не заметил просто. Я думаю, что сосед от меня уже довольно далеко убежал. Так. Надо тут не свалиться вниз, потому что внизу прямо-таки пропасть. Ну да, соседа что-то уже не видать. Все, музыка затихла. Тишина. Смотри, кто там. Соседушка, привет. Хе-хе-хе. Я иду за тобой. Ты от меня не спрячешься. Ой, сколько пропавших детишек по твоей вине, а? Тебе придется ответить за это. Ты что, попался в собственную ловушку? Тебя поглотил мрак. Действительно. Авария на машине. Похищенные дети. И я. Иди ко мне. Не понял. А что случилось-то? Как... Ну, я так не играю. Почему меня в подвал опять закинуло? Причем это обычный нормальный подвал. Ой. Ворон. Ты снова ко мне пришел? Давненько не видели с лицом к лицу. Привет, привет. Я тоже рад тебя видеть. Что-то мне принес? Ключик красный. И куклу. А что ты мне куклу-то не даешь? Я все сделал, что ты хотел. Ну, спасибо в любом случае. Ты очень мне помог. Давай ключик. Надеюсь, я выберусь из этого дома. Из этого подвала. Привет, соседский ребенок. Эй! Меня назад откинуло. Так, как будто... А что, все? Это финал? Так, погоди. Получается, я спас соседского ребенка из первой части. Которого сосед, видимо, все-таки поймал. А я... Я. Это соседский пацаненок. Ну, то есть сын соседа, по всей видимости. Я так понял. Потому что кукла была дико на него похожа. И выходит, что сын соседа, это есть ворон? Или ворон это всего лишь сгусток какой-то энергии, который нам помогал? В общем, куча вопросов еще. И дико было интересно поиграть за ворона. В общем, спасибо за это разработчикам. Ну, а на этом все. Это финал вот такой вот. Привет, сосед VR. Если тебе понравилось, то ставь лайки и подписывайся на канал. Если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующих роликов по другим играм. Ну, и, конечно, поприветствовать Сиаду, когда будут выходить новые игры и дополнения. В общем, до встречи. Увидимся в новых роликах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова